КОВЧЕГ Блуждающий монах В глубине молочных гор, на алтарной вершине, возвышается мрачный монастырь. Некогда он назывался Ковчег. Время не щадит его, и скоро на этом месте останутся лишь руины. История его возникновения теряется во мраке веков. По преданиям, он появился здесь вскоре после всемирного потопа. Множество сказаний повествует о Нойвом Ковчеге. Одну такую историю услышал я от жителей селения, в котором жил когда-то жарким летом. Сидя в тени гор, я унимал рассказы. Спустя годы после потопа, Ной со своей семьей, которая к тому времени сильно разрослась, добрался до молочных гор. Здесь они обнаружили полудородные долины, полноводные реки и мягкий климат, и решили поселиться в одной из долин. Когда Ной почувствовал, что дни его сочтены, он призвал к себе сына Сэма, чьи помыслы отличали глубина и возвышенность. Когда тот пришел, Ной обратился к нему со словами «Сын мой, урожай лет твоего отца более чем богат. Ныне последняя копна ждет своего серпа. Ты и твои братья, и ваши дети, и дети ваших детей, вновь заселите осеротевшую землю, и семена ваши будут, как песчинки в море, потому что так обещал Господь. Но одна мысль терзает меня неотступно на закате дней моих. Вскоре люди забудут о потопе, о плоских страстях и злове, послуживших причиной наказания. Они забудут и о ковчеге, и о вере, что помогла нам пять тысяч сто дней бороться с яростью жаждущих мещений и глубин. И не вспомнят они о новой жизни, которая несет с собой наша вера, хотя сами станут сынами ее. Дабы не случилось этого, прошу тебя, сын мой, воздвигни алтарь на самой высокой вершине здешних гор и назови ее алтарной. Затем вокруг алтаря построй дом, формой точь-в-точь, как ковчег, но только гораздо меньше, и назови его ковчегом. Над алтарем всем я хочу в последний раз вас благодарить Всевышнего. Я зажгу огонь и прошу тебя беречь и поддерживать его, чтобы он горел вечно. Дом же станет святым прибежищем небольшой группы избранных людей. Их всегда должно быть девять, ни больше, ни меньше. И станут они зваться братством ковчега. Когда один умрет, Бог тут же приведет кого-то на место ушедшего. Они не будут покидать монастырь до конца дней своих, ведя жизнь уединенную, исполняя заветы нашего ковчега. Поддерживая огонь веры, будут они молить Всевышнего, наставить их на путь истинный. И будут молиться за каждого из братства. Существовать они смогут на пожертвовании верующих. Сын, внимавший каждому слову Отца, прервал его и спросил, почему их должно быть девять, ни больше, ни меньше. Ответ гласил, девять, ибо таково было число тех, кто правил ковчегом. Сэм смог насчитать только восемь человек. Его отец и мать, он сам со своей женой, да двое его братьев с женами. Поэтому слова Отца показались ему еще более странными. Но и видя его затруднения, продолжил. «Я открою тебе великую тайну». Девятый пассажир прокрался на корабль тайком. Только я знал о нем, и только я мог его видеть. Он был моим рулевым. «Не спрашивай меня больше, но не забудь построить комнату и для него. Таково мое желание, Сэм. И тебе предстоит исполнить его». Сэм сделал все, как велел отец. Когда Ной покинул этот мир, дети похоронили его под алтарем в ковчеге. С течением времени ковчег стал принимать пожертвования верующих больше, чем это было необходимо, чтобы прожить. С каждым годом богатство монастыря росло. Монахи приобретали землю, золото, серебро и драгоценные камни. Несколько поколений назад, когда один из девяти братьев умер, в ворота монастыря постучался странник и попросил принять его в братство. По нерушимому обычаю его должны были принять в ту же минуту, ведь он был первым, кто постучался в ворота храма после смерти брата. Но старейшиной братства на тот момент оказался человек своенравный и жестокосердный. Ему не понравился вид странника. Тот был босс, оборван и изранен. И старейшина отказал ему под предлогом, что он не достоин стать их братом. Странник настаивал, чтобы его приняли. Старейшина разозлился и приказал ему немедленно убираться. Но странник продолжал стоять у ворот. В конце концов старейшина согласился взять его в качестве сулги. Долго после этого старейшина ждал, когда же проведение пошлет им нового брата взамен умершего. Но никто не пришел. Так впервые в истории ковчега в храме стали жить восемь братьев и один слуга. Прошло семь лет. Ничье богатство не могло сравниться с богатством братьев. Монастырские земли простирались на многие мили вокруг. Старейшина был счастлив и стал выказывать расположение страннику. «Ты принес ковчегу в дачу». Но на исходе восьмого года все изменилось. Мирные преждебратства охватили враждебное настроение. Старейшина приписал все неудачи страннику и решил выслать его из монастыря. Но выбыло уже поздно. Монахи под предводительством странника больше не подчинялись правилам. Им было все равно, что говорил старейшина. Они не желали его слушать. В течение двух лет братья распродали все имущество. Тем, кто арендовал монастырские земли, они отдали их в свободное владение. На третий год они покинули монастырь. Но самое страшное – странник наложил на старейшину проклятие. Отныне старейшина должен был оставаться в монастыре до скончания дней. А уста его навеки сомкнулись. Старейшина стал ним. Так гласит легенда. Нашлось немало свидетелей, уверявших меня, что много раз видели старейшину. Иногда днем, иногда ночью бродит он среди стен опустевшего разрушенного временем храма. И никому не удавалось заставить его произнести хоть слово. Каждый раз, почувствовав чьё-либо присутствие, он исчезает неизвестно куда. Услышанная история лишила меня покоя. Образ одинокого монаха, облаждающего долгие годы по дворам древнего святилища, там, на пустынной алтарной вершине, захватил мое воображение. Беспрестанно возникал он перед моим мысленным взором, и неодолимое желание тянуло меня к храму. В конце концов, я сказал себе, «Я пойду туда». Каменный склон К западу от моря стоит крутая алтарная вершина, открытая всем ветрам. Угрюмо и неприветливо смотрит она на мир, а на самом верху расположен бывший храм. К нему ведут две зверистые узенькие тропинки, Каждая бежит по краю обрыва. Одна шла с севера, другая с юга. Я же решил идти своим путем. Посередине между двумя тропами, спускаясь с вершины и доходя почти до самого подножья, виднелся узкий ровный склон, который показался мне самой легкой дорогой к вершине. Склон притягивал меня с неодолимой силой, и я решил пойти по нему. Когда я рассказал о своем желании одному из местных жителей, он в страхе воззрился на меня и, молитвенно сложив ладони, воскликнул, «Каменный склон? Не будь глупцом! Разве тебе совсем недорога жизнь? Многие пытались сделать это до тебя, но никто не вернулся, чтобы рассказать о своих страданиях. «Каменный склон? О нет, ни за что! Ни за что!» Он стал настаивать на том, чтобы провести меня в горы. Я вежливо отклонил его предложение. Как ни странно, его ужас подействовал на меня с точностью да наоборот. Вместо того, чтобы отпугнуть, он лишь укрепил мою решимость. И вот ранним утром, когда ночная тьма уже почти рассеялась, я стряхнул с себя ночные сны, взял посох, семь буханок хлеба и отправился в путь на алтарную вершину. Слабое дыхание в касающей ночи, быстрый ритм зарождающегося дня, настойчивое желание узнать тайну блуждающего монаха и еще более настойчивое желание освободиться от себя самого хотя бы на миг, каким бы кратким он ни был. Все это окрыляло меня и будоражило кровь. Я отправился в путь с песней в сердце и твердым намерением исполнить задуманное. Но когда спустя довольно продолжительное время я достиг наконец подножия склона и окинул предстоящий мне подъем взглядом, песня застряла у меня в горле. То, что издали виделось ровной тропой, на деле оказалось непроходимой кручей. Всюду, куда ни посмотри, в высоту и в ширину лишь камни разного размера и формы. Маленькие и большие, острые, как шипы, и плоские, как заточенные ножи. Никаких признаков жизни. Впечатление было гнетущим. Я ощутил вдруг, как безотчетный страх ледяной волной окатил мое сердце. И все же я не хотел отказываться от своего плана. Вспомнив горящие глаза доброго человека, отговаривавшего меня от этой затеи, я призвал всю свою решимость и стал взбираться по склонам. Вскоре я понял, что, уповая лишь на помощь своих ног, я не сильно продвинусь вперед. Я скользил на каждом шагу, а шорох озапающихся камней походил на предсмертный хрип. Казалось, некий исполин, задыхающийся в мучительной огоне на дне пропасти, посылает мне вдогонку свое последнее проклятие. Чтобы хоть как-то двигаться, мне приходилось цепляться за подвижные камни ступнями, руками и коленями. Как же позавидовал я тогда ловкости горного барана. Я карабкался зигзагами все выше и выше, не давая себе ни малейшей возможности отдохнуть, потому что боялся, что ночь застанет меня в пути. Мне совсем не хотелось возвращаться. День был же на исходе, когда я вдруг ощутил острый приступ голода. До этого я вовсе не думал ни о еде, ни о питье. Бухонки хлеба, завернутые в платок, которым я ввязался вокруг талии, сейчас казались бесценными. Я присел, достал хлеб и уже приготовился было проглотить первый кусок, как звон колокольчика, а вместе с ним плач тростниковой флейты заставили меня остановиться. Я был поражен, сколь необычно было слышать подобные звуки здесь, в этой каменной пустыне. Из-за скалы справа от меня появился крупный черный баран, скорее всего, вожак. Не успел я удивиться, как меня со всех сторон окружили бараны. Из-под их копыт тоже сыпались камни, но не так оглушительно, как это было в пору моего подъема. Вдруг, словно дождавшись приглашения, все стадо под предводительством вожака бросилось к хлебу. Они уже почти выхватили его у меня из рук, но тут раздался голос пастуха, загадочным образом возникшего прямо передо мной. Это был молодой человек поразительной внешности, высокий, сильный, с лучезарной улыбкой. Набедренная повязка была единственным его деянием, отростниковая флейта единственной ношей. «Мой вожак избалован», произнес он тихо. «Я кормлю его хлебом, когда он у меня есть. Но те, у кого есть хлеб, редко посещают эти места». Он повернулся к барану и сказал, «Видишь, как благословена к нам судьба, мой преданный вожак. Никогда не рабщину судьбу». После чего он огнулся и взял буханку. Полагая, что он голоден, я предложил ему, «Мы разделим эту скудную еду. Здесь достаточно хлеба для нас обоих и для вожака». Но к моему крайнему изумлению он кинул первую буханку баранам, затем вторую и третью, и так все семь буханок, откусывая от каждой по кусочку. «Я был потрясен до глубины души и содрогнулся от гнева. Но, сознавая, что теперь уже ничего не исправишь, решил успокоиться и держать себя в руках. А задачи, навзглянув на пастуха, я произнес наполовину умоляющий, наполовину с упреком, «Теперь, когда ты скормил хлеб голодного человека бараном, неужто ты не напоишь его овечьим молоком?» «Молоко моих овец – яд для глупцов. А я бы не хотел, чтобы мои овцы были повинны в смерти, пусть даже дурака. Но в чем же моя глупость? В том, что ты взял с собой семь буханок хлеба, как будто путешествие займет семь жизней. Что ж, по-твоему, мне надо было взять семь тысяч? Ни одной. Отправляться в такое долгое путешествие без еды? Ты это мне советуешь? Путь, который не снабжает путника, не стоит того. Значит, мне нужно есть камни и запивать их потом. В твоей плоти достаточно еды, а в крови – влаги. Ты насмехаешься надо мной, пастух, и все же я не буду смеяться над тобой в ответ. Тот, кто съел мой хлеб, хоть и оставил меня голодным, становится моим братом. Дело к ночи, и я должен продолжить свой путь. Не скажешь ли ты мне, далеко ли еще до вершины? Ты очень близок к забвению. С этими словами он поднес флейту к губам и зашагал прочь, унося с собой причудливый мотив, звучавший точно жалобой из преисподней. Вожак пошел следом, а за ним потянулось и все стадо. И долго еще я различал сквозь гул осыпающихся камней, их блеяния и плащ тростниковой флейты. Отогнав мысли о льде, я попытался восстановить силы и решимость, отнятые у меня пастухом. Если уж ночи суждено застать меня среди этих мрачных глыб, то я должен, по крайней мере, отыскать место, где мог бы вытянуть уставшие ноги, не опасаясь скатиться вниз. И так я снова принялся ползти вверх по склону. Глянув вниз, я едва мог поверить, что взобрался так высоко. Подножье горы уже не было видно, вершина же казалась вполне достижимой. Когда совсем стемнело, я добрался до небольшого каменного грота. И хотя камни нависали над пропастью, но которая терялась во мраке, я все же решил заночевать здесь. Острые камни, исполосовавшие мою обувь, не пощадили моих ног. Кровь на ступнях запеклась, и когда я попытался снять сапоги, мне пришлось отдирать их. Мои ладони также были изранены, а ногти походили на корову, сорванную с сухого дерева. Одежда же превратилась в лохмотья. Голова была тяжелая, будто налета свинцом. Я не мог думать ни о чем другом, кроме сна. Сколько я проспал, мгновение, час или вечность, я не знал. Я проснулся от того, что какая-то сила тянула меня за рукав. Испугавшись, еще не до конца придя в себя, я приподнялся и увидел перед собой молодую девушку с тусклым фонарем в руке. Она была обнажена. Черты лица и фигуры были изящные и тонкие. За рукав же меня тянула старуха, настолько же безобразная, насколько красива была девушка. Холодный озноб прошел меня с головы до пят. «Видишь, как благосклонна к нам судьба, детка!» произнесла старуха, наполовину стащил с меня куртку. «Никогда не рабщи на судьбу!» Язык отказывался мне повиноваться. У меня не было сил ни говорить, ни сопротивляться. Тщетно я призывал свою волю. Казалось, она покинула меня навсегда. Совершенно беспомощный я был в руках этой старухи и ее дочери, несмотря на то, что мог бы выгнать их из пещеры запросто, если бы только захотел. Но в том-то и дело, что у меня не было сил даже захотеть. Не удовлетворившись одной только курткой, старуха стала раздевать меня дальше, до тех пор, пока я не оказался совершенно голым. Раздевая меня, она отдавала одежду девушке, и та облачалась в нее. Фонарь отбрасывал неверные тени на стену пещеры. Казалось, они исполняли какой-то танец. Силуэты двух женщин сливались с силуэтом моего обнаженного тела, разъединялись вновь, и картина эта наполнила меня ужасом и отвращением. Я наблюдал за ними, совершенно не понимая, что происходит, и не мог произнести ни слова, хотя именно слова сейчас мне были так необходимы. Они были бы единственным моим оружием в том уязвимом положении, в котором я оказался. Наконец, с трудом вороча языком, я произнес, «Если ты, старая женщина, потеряла всякий стыд, то я нет. Я стыжусь своей ноготы даже перед такой бесстыжей ведьмой, как ты. Но еще более мне стыдна перед невинностью этой девушки». Она унесет твой стыд. Ты же облачись в ее невинность. Зачем девушке носить изодранные мужские лохмотья того, кто заблудился в горах в такую ночь? Возможно, чтобы облегчить его ношу, а также согреться. Бедняжка дрожит от холода. Ну, а если мне станет холодно, что мне тогда делать? Тебе совсем меня не жаль? Моя одежда – это все, что у меня есть сейчас на этом свете. «Чем меньшим обладаешь ты, тем менее ты этим одержим. Чем большим обладаешь ты, тем более ты этим одержим. Чем более ты одержим, тем меньше ценен сам. Чем менее ты одержим, тем больше ценен сам. Пойдем отсюда, дитя мое». Она взяла девушку за руку и собралась уходить. Сотни вопросов наполняли мой ум, «Но лишь один сорвался с губ моих. Прежде чем ты уйдешь, старая женщина, не будешь ли ты так добра сказать мне, далеко ли я нахожусь от вершины?» «Ты на краю черной пропасти!» Их причудливые тени мелькнули в последний раз, когда они вышли из пещеры и исчезли в черной, как саже, ночь. Волна холодного воздуха, неизвестно откуда взявшись, обдала меня с головой. За ней последовали еще более темные и еще более холодные волны. Казалось, что сами стены пещеры дышат холодом. Меня начало трясти. Мысли лихорадочно проносились в голове. Бараны, пасущиеся на камнях, насмешливый пастух, эта старуха с девушкой, я, голый, весь в синяках и ссадинах, голодная и холодная в полубреду в этой пещере на краю пропасти. Близок ли я к своей цели? Доберусь ли я до вершины? Кончится ли когда-нибудь эта ночь? Постепенно, однако, я начал приходить в себя. И тот услышал собачий лай и вновь увидел свет прямо перед собой. «Видишь, как благосклонна к нам судьба, возлюбленная моя. Никогда не рабщи на судьбу». Голос принадлежал дряхлому старику, сгорбленному с длинной бородой и трясущимися коленями. Возглас его был обращен к женщине, такой же древней, как он сам, беззубый, лысый, тоже сгорбленный и трясущийся. Не обращая на меня внимания, он продолжал все тем же сдавленным голосом, который, казалось, с трудом вырывался из горла. «Превосходные хоромы для нашей первой брачной ночи и чудесный посох взамен того, что ты потерял. С таким посохом ты больше никогда не споткнешься, возлюбленная моя». С этими словами он поднял мой посох и отдал ей. Она склонилась над ним нежно и ласково поклаживая морщинистой рукой. Затем, будто только сейчас заметив меня, он добавил, «Путник сейчас уйдет, любовь моя, и мы останемся одни и насладимся волшебными снами». Его слова, подкрепленные рычанием собаки, прозвучали для меня как приказ, которому я был не в силах противостоять. Исполненные ужаса я наблюдал за происходящим будто во сне, и как во сне я встал и направился к выходу из пещеры, отчаянно пытаясь произнести хоть слово, чтобы защитить себя. Наконец, мне это удалось. Вы взяли мой посох. Неужели вы будете так жестоки, что выгоните меня из пещеры, которая является моим прибежищем на эту ночь? Блаженно не имеющие посоха, ибо не собьются они с пути. Блаженно бездомные, ибо они уже дома, и только заблудившимся, таким как мы, нужен посох, и только привязанным к дому, таким как мы, нужен дом. Так они пели, готовя себе ложе, вонзая длинные ногти в землю, разравнивая ее. Они пели, не обращая никакого внимания на меня. В отчаянии я закричал. Взгляните на мои руки, взгляните на мои ноги. Я странник, сбившийся с дороги, потерявшийся на пустынном склоне. Я кровью умастил свой путь. Я не знаю, куда идти дальше, по этой ужасной горе, так хорошо знакомой вам. Вы что, не боитесь кары небесной? Дайте мне хотя бы ваш фонарь, если уже не разрешаете мне остаться в пещере этой ночью. Любовь невозможно опустошить, свет невозможно разделить. Люби и увидишь, свети и будешь. Когда закончится ночь и погаснет день, а земле наступит конец, куда отправится путник? Найдется ли тот, кто отправится в путь? Я решил прибегнуть к мольбам, хотя я понимал, что от этого будет мало проку, поскольку непреодолимая сила выталкивала меня из пещеры. Добрый старик, добрая женщина, я совсем окоченел, едва разговаривая от усталости. Я не буду для вас ложкой дегтя в бочке меда. Я тоже когда-то вкусил любви. Я оставлю вам мой посох и мое скромное убежище, которое вы выбрали для вашей брачной ночи. Но лишь об одном прошу я вас взамен. Поскольку вы не даете мне ваш фонарь, не будете ли вы столь любезны проводить меня к выходу из пещеры и указать мне путь к вершине. Я потерял направление и равновесие. Я не знаю, высоко ли я забрался и сколько мне еще идти. Не обращая внимания на мою просьбу, они продолжали петь. Тот, кто поднялся так высоко, на самом деле остался внизу. Тот, кто решил, что других обогнал, на самом деле отстал. Слишком чувствительный лишился чувств. Красноречивый остался без слов и говорить перестал. Прилив и отлив всего лишь течение одно. Без указателей выйдешь туда, куда надо. Тому, кто отдать готов, будет сполна воздано, а слишком великому все будет мало. Последнее, на что я отчаялся, я умолял их сказать, в какую сторону мне идти после выхода из пещеры. Ведь смерть могла поджидать меня на каждом шагу, а я не хотел умирать. Затаив дыхание, я ждал ответа, но они запели другую, не менее странную песню, оставив меня в еще большем недоумении и негодовании, чем прежде. горы и скалы и твердые камни, мягкое нежное дно пустоты, ястреб и ворон, олень и улитка, лисы и зайцы, мыши, коты, общего яду отведав, общий вкуси любитой, смерть посудит благодарность, коль ей довеешься ты, то, что внизу, оно ши вверху, умри, чтобы жить или живи ради смерти. Свет фонаря мерк по мере того, как я полз на четвереньках к выходу из пещеры. Собака преследовала меня, как будто хотела убедиться, что я действительно уйду. Темнота была такой густой, что я буквально ощущал ее черную тяжесть, от которой слепались глаза. Я больше не мог оставаться в пещере ни минуты, и собака сзади подтверждала это. Осторожное движение, еще одно осторожное движение. Третье, я почувствовал, как гора выскользнула меня из-под ног, черный водоворот захватил меня, и задыхаясь, я ощутил, что лечу куда-то вниз, вниз, вниз. Последнее, что мелькнуло в сознании, когда я кружился в пустоте черной пропасти, были те отвратительные жених и невеста. Последние слова, которые я пробормотал перед тем, как мое дыхание замерло, были их слова «Умри, чтобы жить, и живи ради смерти». «Хранитель книги» «Восстань, счастливый путник, ты достиг цели». Вместе с этими словами ко мне вернулось сознание. Я почувствовал жар и нестерпимую сохвость во всем теле и понял, что изноваю от жажды. Я приоткрыл глаза. Сперва я ничего не мог разобрать, так как солнце бело мне прямо в лицо, но через несколько мгновений я увидел склонившегося надо мной человека в черном одеянии. Я лежал на земле, а он заботливо смачивал мне губы водой и ласково отирал кровь с моих ран. Определить его возраст было почти невозможно. Взгляд его был глубок и проницателен. Вид его, пожалуй, можно было назвать грозным, если не устрашающим. Грузного телосложения с крупными чертами, косматой бородой и копной спутанных волос он производил впечатление человека большой физической силы. Несмотря на это, его прикосновения были мягкими и ободряющими. Он помог мне сесть. Еле слышимым голосом я спросил, где я? На алтарной вершине. А где пещера? За тобой. А где черная пропасть? Перед тобой. Как же велико было мое изумление, когда я видел прямо перед собой зияющую пропасть, а, оглянувшись, действительно обнаружил пещеру. Я сидел на самом краю. Я попросил мужчину отвезти меня в пещеру, и он с готовностью исполнил мою просьбу. Кто вынес меня из пропасти? Тот, кто привел тебя на вершину, должно быть, спас тебя. Кто это? Тот, кто сковал мой язык и велел оставаться здесь на вершине 150 лет. «Значит, ты и есть блуждающий монах. Он самый. Но ты разговариваешь о тот нем. Ты развязал мой язык. Но он сторонится людей, а ты, похоже, совсем меня не боишься. Я избегаю всех, кроме тебя. Ты никогда прежде не видел меня. Почему же ты избегаешь всех, кроме меня? 150 лет я ждал твоего прихода. 150 лет, не пропуская ни единого дня, в любую погоду, мои грешные глаза вглядывались вдаль каменного склона, ища человека, который взойдет по нему, как ты, без посоха, одежды и еды. Многие пытались сделать это, но ни один из них не был без посоха, без одежды и без еды. Я наблюдал за тобой вчера целый день. Я оставил тебя ночевать в пещере, а утром на заре нашел бездыханного. И все же я не сомневался, что ты жив. И вот ты сейчас живее, чем я. Ты умер, чтобы жить. А я живу, чтобы умереть. Да, слава его имени. Все именно так, как он обещал. Все так, как должно быть. Без сомнения, ты избранный. Кто? Благословен будет тот, в чьи руки и отдам святую книгу. Тот, кто познакомит с нею мир. Книгу? Его книгу, книгу Мирдада. Мирдад. Кто такой Мирдад? Возможно ли, что ты не слышал имени Мирдада? Странно. А я думал, что его имя распространилось по миру так же, как оно наполняет землю под моими ногами, воздух, который меня окружает, и небеса надо мной. Священная эта земля, устранник. Его ступни касались ее. Священен этот воздух. Его легкие наполнялись им. Священное здешнее небо. Мирдад смотрел в него. Произнося эти слова, монах почтительно нагнулся, поцеловал землю три раза и замолчал. Какое-то время мы оба не произносили ни слова. Наконец я сказал. Ты им говоришь загадками, кто этот человек, которого ты называешь Мирдад. Выслушай меня, и я расскажу тебе то, что мне позволено рассказать. Меня зовут Шамадам. Я был старейшиной Ковчега, когда один из девяти монахов умер. Едва душа ушедшего отлетела в мир иной, как мне сказали, что у ворот храма дожидается странник. Я сразу понял, что проведение привело его к нам, чтобы он занял место только что умершего брата. Я должен был бы возрадоваться, что Господь все еще не оставил Ковчег, как и во времена нашего отца Сэма. Тут я перебил монаха и спросил, правда ли, что люди внизу рассказывали мне, что будто бы Ковчег был построен старшим сыном Ноя. Он торжественно подтвердил все, что рассказали тебе истинная правда. Затем он продолжил прерванный рассказ. Так вот, я должен был возликовать, но по какой-то причине, которая находилась вне пределов моего разума, обнаружил я в своем сердце сопротивление. Еще даже не взглянув на странника, я всем своим существом был уже настроен против него. Я решил отвергнуть его, полностью осознавая, что тем самым нарушу незыблемый закон и, конечно, отвергну того, кто привел путника к нашим вратам. Когда же я открыл ворота и увидел его, совсем юного, мое нутро переполнилось желчью, которую я был готов излить на него. Раздетый, разутый, очевидно, сголодавшийся, лишенный какого бы то ни было средства защиты, даже посоха, он выглядел беспомощным. И все же, благодаря свету, исходившему из его глаз, он выглядел более защищенным, чем рыцарь, облаченный в латес ног до головы, и гораздо старше, чем ему можно было дать на вид. Все внутри меня восстало против этого юноши. Каждой частицей души я жаждал его погибели. Не спрашивай меня, почему. Быть может потому, что взгляд его был настолько проницателен, что обнажал мою душу. И я испугался, я не хотел открывать ее никому. А быть может, его чистота, сорвав покровы, выявляла мою собственную грязь. Я расстроился, что нечем укрыть ее. Возможно, между нашими звездами шла многовековая вражда. Кто знает, лишь он может сказать. Резко и безжалостно я произнес, что он не может быть принятым в братство, и повелел ему тотчас же убираться во своясь. Он стоял на своем, и спокойно советовал мне передумать. Его совет я воспринял как оскорбление, и плюнул ему в лицо. И снова он был твердо настойчив. Медленно вытирая лицо, он вновь посоветовал мне изменить решение. Когда он вытирал слюну с лица, мне показалось, что это я оплеван. Я чувствовал, что проиграл, и где-то в самой глубине души признал, что битва была неравной, что он сильнее меня. Как всякое изленное самолюбие, мое не сдавалось до тех пор, пока не увидел о себе растоптанном и брошенном грязь. Я уже почти был готов исполнить просьбы этого человека. Но прежде мне хотелось усмирить его. Конечно, это было невозможно. Вдруг он попросил принести ему что-нибудь, во что он мог бы одеться и что-нибудь поесть. Тут я снова воспалил надеждой. Вооруженный голодом и холодом против него, я верил, что смогу победить. Это было жестоко с моей стороны, но я отказался подать ему кусок хлеба, сказав, что монастырь живет на пожертвовании и не может разбрасываться своим имуществом. То была вопиющая ложь, поскольку монастырь был слишком богат, чтобы отказать в пище и одежде тому, кто в них нуждался. Я хотел заставить его умолять, но он не умолял. Он просел так, как будто имел право, и в его голосе мне послышался приказ. Схватка наша продолжалась долго, но никто не выиграл. Победителем был он с самого начала. Чтобы как-то скрыть свое поражение, я в конце концов предложил ему остаться в монастыре в качестве слуги. Слуги и не более. Это, как мне казалось, усмирит его. Тогда я так и не понял, что это я был просителем, а не он. Чтобы окончательно утвердить мое унижение, он согласился на мое предложение без слов. И если бы я только знал тогда, что, беря его в монастырь, я тем самым подписывал себе приговор. До самых последних дней я цеплялся за призрачную иллюзию, что я, а не он, был хозяином Ковчега. Ах, Мирдат, Мирдат, что же ты сделала с Шамадамом? Ах, Шамадам, что же ты сделал с самим собой? Две крупные слезы, скатившись, рассели его бороду. Его рассказ стронул мое сердце, и я произнес, «Умоляю тебя, не рассказывай мне больше о человеке, воспоминания которым обращаются в слезы». Но он ответил, «Не волнуйся, благословенный посланник, то былая гордыня старейшины вымывается слезами желчи, былая власть его, скрижище зубами, сопротивляясь власти Духа Святого. Пусть гордыня рыдает, это ее последние слезы. О, если б взгляд мой не был столь затуманен земными благами, когда впервые встретился с тем небесным взглядом. О, если б уши мои не были столь забиты мудростью земной, когда впервые услышали мудрость божественную. О, если б язык мой не был столь косен горькой сладостью плоти земной, когда впервые столкнулся за языком Духа. Да, я, пожалуй, пожну еще плоды моих никчемных иллюзий. Семь лет он прожил среди нас в качестве нижайшего слуги. Кроткий и услужливый, он ни на что не обижался, всегда был готов прийти на помощь, выполнить любую прихоть наших братьев. Он не ходил, а словно парил в воздухе. Ни одного слова не светело с его губ. Мы думали, что он принял обет молчания. Некоторые поначалу пытались дразнить его. Он принимал их выпады с ангельским смирением и вскоре заставил всех нас уважать его молчание. Остальные семь братьев восхищались его спокойствием и сами становились мягче и терпимее. Меня же такая невозмутимость тикатила и раздражала. Много раз пытался я вывести его из себя, но тщетно. Назвался он Мердадом. Лишь на это имя откликался он. Больше мы не знаем о нем ничего. Несмотря на то, что никогда и ничем не привлекал он к себе внимание, его присутствие остро ощущалось всеми. Настолько острое, что мы редко разговаривали при нем, даже о чем-то для нас важном, и осмеливались заговорить только после того, как он удалялся к себе в келью. То мы были гоны изобилия. Семь лет Мердада. Имущество монастыря увеличилось в семеро, а то и больше. Мое сердце смягчилось. И видя, что провидение нам больше никого не посылает, я решил серьезно переговорить с братьями и принять его в наше братство. Дальше случилось то, чего никто не ожидал. Никто, и меньше всех бедный Шамадам. Мердада разомкнул уста, и буря вырвалась снаружи. Он дал волю всему, что так долго скрывал, и оно внезапно хлынуло всепобеждающим потоком, которому невозможно было сопротивляться. Братья были захвачены его стремительным напором. Всех, кроме бедного Шамадама, который боролся с ним до последнего. Я надеялся повернуть течение спясь с помощью своей власти старейшего в монастыре. Но братья не признавали ничьей власти, кроме Мердада. Мердан был мастером, Шамадама с горем. Мне даже пришлось пойти на хитрость. Я обещал некоторым братьям награду из золота и серебра. Другим я посолил плодородные земли. Я уже почти преуспел в своем намерении, когда каким-то загадочным образом Мердад узнал о моих стараниях и развеял их без особого труда всего лишь несколькими словами. Слишком странные и сложные были у идеи. Все они записаны в книге, о них мне говорить запрещено. Но его красноречие сделает черное белым, а белое черным. Настолько глубоко и сильное его слово. Чем я мог противостоять такому оружию? Ничем, кроме монастырской печати, которая хранилась у меня. Но и она оказалась бесполезной. Благодаря его пламенным призывам, братья заставляли меня ставить печать и подпись под всеми документами, которые они составляли сами. Постепенно они раздали все монастырские земли, которые были пожертвованы верующими в течение многих лет. Затем Мердад начал отправлять братьев в соседние деревни, нагружая их дарами для бедняков. В последний день ковчега, который был одним из двух ежегодных праздников в монастыре, вторым был день виноградной лозы, Мердад завершил свое безумство тем, что приказал братьям снять с монастыря все украшения и раздать прихожанам. Мое грешное сердце было готово разорваться от ненависти к Мердаду. Если бы одной только ненавистью можно было убивать, то пламя, бушевавшее в моей груди, испепелило бы тысячу Мердадов. Но любовь его была сильнее моей ненависти. Вновь битва была неравной, и вновь моя гордыня не сдавалась до тех пор, пока не увидела себя раздавленной и втоптанной в грязь. Он разбил меня, не борясь со мной. Я же боролся с ним, а победил себя. Как часто с любовью и терпением он пытался отвести пелену с глаз моих. Как часто я искал большего и тем самым лишь уплотнял пелену на глазах моих. Чем более кроток он был со мной, тем больше я его ненавидел. Мы были двумя полководцами на Вранном поле, Мердад и я. Он был целым легионом, я же воином-одиночкой. Если бы братья помогли мне, я бы его в конце концов одолел, и тогда я заставил бы его страдать. Но братья были на его стороне, предатели. Мердад, Мердад, ты отомстил за себя. На сей раз слезы полились ручьем. Шамадам долго молчал, схлипывая. Наконец старейшина снова поклонился и три раза, поцеловав землю, произнес. Мердад, мой повелитель, моя надежда, мое наказание, моя награда. Прости горечь Шамадама. Голова змеи сохраняет яд, даже после того, как ее отсекли. Но, к счастью, она не может укусить. Ты видишь, Шамадам теперь лишен зубов и яда. Поддержи его своей любовью, чтобы он увидел день, когда из уст его польется мед, так же, как из уст твоих. Ты обещал. Сегодня ты освободил его из плена первого. Не дай же ему долго томиться во втором. И точно в ответ на мой мысленный вопрос он принялся говорить о том, что это был за плен. Однако голос его теперь стал мягким и густым, так что я едва верил своему Шаму. Словно не с этим человеком я только что разговаривал. В тот день он созвал нас в этой самой пещере, где он имел обыкновение учить семерых. Солнце уже садилось. Западный ветер нагнал густого тумана, который наполнил все ущелья и повис на землей, как колдовское покрывало. Туман доходил до этой горы, и она напоминала морской берег. К западу на горизонте застыло зловещее тяжелое облако, полностью заслонившее солнце. Мердата обнял каждого из семерых. Видно было, что чувство переполняет его, но он сдерживал себя. Затем он сказал, «Долго жили вы в вышине. Сегодня уже в глубину вам сойти предстоит. Если не возвыситесь вы своим спуском и не присоедините долины к вершинам, высота всегда будет искушать вас алчностью, а глубина ослеплять». Повернувшись ко мне и с нежностью глядя мне в глаза, он продолжал, «Что до тебя, шамадам, твое время еще не пришло. Ты станешь дожидаться моего возвращения здесь, на вершине. И пока будешь ожидать своего часа, ты станешь хранителем книги, которая находится в железном сундуке под алтарем. Смотри, чтобы ни одна рука не касалась ее, даже твоя. В свое время я пришлю к тебе посланника, который заберет книгу и отдаст мир. Ты узнаешь его. Он поднимется на вершину по каменному склону. Он начнет свое путешествие одетый, возьмет с собой посох и семь буханок хлеба. Но ты найдешь его перед этой пещерой, без дыханного, нагого, без посоха и пищи. До его появления уста твои будут сомкнуты, и будешь ты сторониться людей. Один его вид освободит тебя из плена молчания. После того, как ты отдашь ему книгу, ты превратишься в камень и будешь охранять вход в эту пещеру до моего возвращения. Из этого плена лишь я один смогу тебя освободить. Если ожидание покажется тебе долгим, то он длинится оно. Если же ты зачтешь его кратким, то станет оно еще короче. Терпи и веруй. После чего он снова обратился к семерым и, махнув им рукой, сказал «Братья, идите за мной». И зашагал вперед вниз по склону. Он шел, высоко держа голову, неотрывно смотря вперед, едва касаясь земли. Когда они достигли края, где начинался туман, солнце пробило сквозь черную тучу, образуя в небе сводчатый проход, озаренный светом, слишком необыкновенным, чтобы выразить это словами, и слишком ярким, чтобы можно было на него смотреть. Мне показалось, что мастер и его семеро спутников отделились от горы и пошли через этот проход прямо к солнцу. Как же горько мне было оставаться здесь одному, совсем одному. Словно изнуренный непосильным трудом, Шамадам вдруг обмяк и замолчал, склонив голову, закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. В таком состоянии он пребывал довольно долго. Пока я искал подходящие слова, он поднял голову и сказал, «Ты возлюбленный сын судьбы. Прости меня, несчастного. Я много говорил, слишком много. А как иначе? Может ли тот, чей язык был скован полтора столетия, сбросив оковы, произнеси лишь «да» или «нет»? Может ли Шамадам быть Мердадом? Позволь мне задать тебе вопрос, брат Шамадам. Слова твои ласкаю слов. Так давно никто не называл меня братом. Последний раз это было, когда мой единственный брат умер много лет назад. О чем ты хотел спросить? Если Мердад такой великий учитель, то мне странно, почему в наши дни никто не слышал ни о нем, ни о семи братьев. Как же так? Возможно, Мердад ждет своего часа. А может, он учит по другим именям. В одном я уверен наверняка. Мердад изменит мир так же, как он изменил Ковчег. Должно быть, он давно умер. Только не Мердад. Мердад сильнее смерти. Ты хочешь сказать, что Мердад уничтожит наш мир, как он уничтожил Ковчег? Нет. И еще раз нет. Он освободит мир так же, как освободил Ковчег. И затем он вновь зажжет вечно сияющий свет, который люди, похожие на меня, похоронили потолще иллюзий и прозябают в темноте. Он возродит в человеке то, что человек успел разрушить. Скоро книга будет в твоих руках. Прочти ее, и ты увидишь свет. Довольно медлит. Подожди здесь, я скоро вернусь. Тебе нельзя идти со мной. Он встал и поспешно вышел, оставив меня в недомении и нетерпении. Я тоже решил выйти наружу, но дошел лишь до края пропасти. Что за картина открылась моему взору? Волшебный пейзаж, раскинувшийся вокруг, насыщенный невиданными цветами и оттенками, покорял самое искушенное воображение. На какой-то момент мне почудилось, будто я растворяюсь в нем, растекаюсь мельчайшими капельками по всей поверхности. По морю, такому спокойному, подернутому жемчужной дымкой, по холмам, то изгибающимся, то отклонившимся назад, но все же вырастающим один за другим, образуя ровную гряду, возносясь выше и выше, от самого моря до скалистых вершин молочных гор. По мирным селениям, приютившимся на склонах, утопающих в пышной зелени. По цветущим долинам, свившим свои гнезда меж гор и утоляющим жажду исплачущего сердца горного хребта с множеством людей, занятых повседневным трудом и животными, пасущимися на богатых лугах. По врагам и лощинам, этим шрамам, нанесенным временем на некогда молодой еще лугур, я словно унесся с легким ветерком в лазуревое небо и вместе с тем остался на пепельно-серой земле. Лишь созерцание каменного склона вывело меня из состояния отрешенности и вернуло мои мысли к монаху, к его потрясающему рассказывая себе о Мирдаде и о книге. Думая об этом, я не мог не восхититься той невидимой рукой, что отправила меня в путь за одним для того, чтобы обрести другое. Я возблагодарил ее всем сердцем. Вскоре монах вернулся и, протягивая мне небольшой сверток, завернутый в пожелтевшую от времени ткань, сказал, «Отныне мой долг становится твоим. Будь верен в выполнение его». Теперь же пришел час моего второго плена. Уже скрипят врата моей тюрьмы, открываясь навстречу мне и совсем близок тот миг, когда они захлопнутся за мной. Долго ли будут они закрыты, знает лишь Мирдад. Скоро о Шамадаме не вспомнит никто. Как больно, ах, как больно пребывать в забвении. Но зачем я все это говорю? Мирдад не забывает ни о ком. Тот, кто живет в его памяти, будет жить вечно. Повисло тягостное молчание. А когда старейшина поднял голову, то я увидел, что глаза его полны слез. Едва слышно он прошептал, «Теперь ты спустишься в мир». Но ты наг, а мир не терпит ноготы. Ведь даже душу пытаются там облечь в лохмоте. «Моя одежда больше не нужна мне. Я пойду в пещеру, сниму ее, и тебе будет чем прикрыться. Хотя одежда Шамадама подходит только Шамадаму. Мне остается лишь пожелать, чтобы не была она для тебя тяжкой ножей». Я не стал ничего говорить в ответ и принял его предложение в радостном молчании. Когда старейшин ушел в пещеру, я раскрыл книгу и начал с трудом переворачивать пожелтевшие высветшие листы. Вскоре я обнаружил, что глаза мои прикованы к первой странице. Я попытался прочесть то, что там было написано. Книга захватила меня. Я читал и считал все больше и больше погружаясь в текст. Вместе с тем подсознательно я ждал, что старейшина закончит раздеваться и позовет меня, чтобы забрать одежду. Но минуты шли, а меня никто не звал. Оторвав взгляд от книги, я повернулся и заглянул в пещеру. Я увидел одежду, лежавшую на камнях, но старейшины там не было. Я позвал его несколько раз, каждый раз громче и громче. Ответа не последовало. Я удивился и заволновался. Другого выхода из пещеры, кроме узкого прохода, где я стоял, не было. Старейшина не выходил из пещеры, в этом я был абсолютно уверен. Быть может, я беседовал с призраком, но нет, то несомненно был живой человек из плоти и крови. Я ощущал его присутствие каждой клеткой своего тела. Кроме того, в руках я держал книгу, которую он принес, а в пещере лежала его одежда. Что если он под ней? Я подошел и собрал вещи. Никого. У меня мелькнула мысль. Вдруг старейшина каким-то волшебным образом выбрался из пещеры и свалился в черную пропасть. Я бросился к выходу. Выбежав, я не успел сделать и нескольких шагов, как наткнулся на огромную каменную глыбу, стоящую прямо на краю пропасти. Раньше ее здесь не было. Волон напоминал сидящее животное, но голова была удивительно похожа на человеческую. С грубыми и тяжелыми чертами, широким подбородком, поднятым вверх, челюсти плотно сжатые, губы сомкнуты, незрячие глаза устремлены на север. Книга Перед вами книга Мирдага, записанная Нарондой, младшим и нижайшим по чину из братьев. Сей путеводитель маяк и небеса для тех, кто ищет выход за пределы. Все остальные достерегутся читать ее. Мирдага Глава первая Мирдаг предстает в истинном свете и говорит о вуалях и печатях. В тот вечер восемь монахов собрались за обеденным столом. По молчанию стоял Мирдаг по одну сторону, дожидаясь, пока все остальные станут другой. Одно из древнейших правил братства было стараться как можно реже произносить слово «я». Брат Шамадам хвастал своими достижениями на посту старейшины. В доказательство того, что сильно приумножил наше богатство и упрочил тем самым положение ковчега, приводило множество цифр. При этом он чрезмерно часто употреблял нежеланные слова. Брат Майка Юн заметил ему это и разгорелся жаркий спор. Речь велась о целесообразности данного правила и о том, откуда оно взялось. Отец ли Ной так постановил или первый брат наш Сэм. Спор привел к взаимным упрекам, а упреки к всеобщему замешательству. Когда много было сказано, но мало понято. Желая обернуть все в шутку, брат Шамадам обратился к Мирдаду и произнес насмешливо. «Среди нас есть тот, кто могущественнее самого патриарха. Мирдад, укажи нам путь из лабиринта слов». Все посмотрели на Мирдада. Ели коже было наше удивление и радость, когда впервые за семь лет он разомкнул уста и произнес «Братья Ковчега!» насмешка породила желание Шамадама и невольно предвосхитила священное решение. Войдя в Ковчег, Мирдад уже выбрал и место и час. Именно эти обстоятельства, когда разомкнутся уста его и спадет вуаль, и раскроется сущность его перед вами и перед миром. Семью печатями Мирдад сковал уста свои, семью вуалями сокрыл свое лицо. Все это сделано за тем, чтоб смог он научить и вас и мир, когда вы будете готовы, принять его учение о том, как разомкнуть уста и сбросить пелену сочей, и как для вас самих раскрыть вас в полноте небесного блаженства, что вам принадлежит и чем являетесь по сути. Глаза вам застит пелена, и потому куда б не обратили взор, вы не увидите ничто кроме вуалей. Уставом сомкнуты печатями и слово, любое, что произнесете, будет мертвое. Ведь какова не есть природа вещи, ей формой будет только пелена, накинутая жизнью для того, чтобы эту вещь прикрыть и ограничить. и взгляд ваш лишь вуаль, и как же может он показать вам что-либо другое, кроме вуали или пелены. Слова всего лишь вещи, закосневшие в слогах и в буквах. Как же могут ваши уста, что сами есть печать, произносить что-либо, кроме штампов. Прикрыть валью может взгляд, но не проникнуть сквозь нее. Запечатлит язык, но не отверзнет он засовы, и нет нужды ждать большего от них. Они суть части тела, и работа их такова, и ей они прилежны. Прикрыв и наложив печать, они взывают к нему знать, что там таится за вуалью, и отомкнуть задвинутый засов. Хотите ли узнать, что за вуалью? Тогда вам нужен глаз другой, не тот, что веком и ресницами прикрыт. Уйти от штампов вам помогут уста другие, не те, что нам так хорошо знакомы. Начните же с того, что научитесь сам глаз увидеть верно, вуалью, начните же с того, что научитесь вы верно говорить, коли хотите произносить слова другие верно. Ни языком и ни устами речь ведите, но через них вам должно говорить, чтобы выразить слова, что закоснели. Когда же вы начнете видеть верно и верно говорить, тогда узрите нечто иное, как самих себя, и словом выражаясь самих себя, начните. Всему присущ, за всем сокрытый, так же, как в слове и за словом, пребываешь лишь только ты, провидец и оратор. И если мир останется загадкой, то потому, что ты загадка сам, и если речь на лабиринт похожа, то потому, что сам ты лабиринт. Оставьте же события и явления и не пытайтесь что-то изменить, ведь видится они над тем, чем видится лишь потому, что кажетесь вы сами лишь тем, чем кажетесь. Они не видят и не говорят, вы сами наделяете их, как взглядом, так и речем. Если вы решили, что кто-то грубо говорит, на свой язык вы взгляд оборотите. И если чей-то вид для вас ужасен или некрасив, ищите ссор в глазу своем. Не у вещей просите вы раскрыться и вам предстать в ином желанном свете. Раскройтесь сами, и тогда для вас все, что вокруг раскроется само. И также не просите разомкнуть уста других, себя засов снимите, и все вокруг заговорить само. Заветный ключ к раскрытию себя, к тому, чтобы снять оковы с губ своих, находится у слова одного. Вы слово то меж губ своих храните. Средь слов других оно легко, и вместе с тем оно же полновесно. Мердат назвал его творящим словом. Мастер замолчал, и воцарилась тишина, полное волнение и ожидание. Не выдержав, Майкайон произнес со страстным нетерпением. Наши уши жаждут слова, наши сердца томятся желанием познать тот ключ. Скажи же нам, мастер, мы умоляем, скажи. Глава вторая творящее слово. Я источник и центр всего. Мердат когда вы говорите Я, тотчас же в сердце вы произнесите О, Боже, да будь моим прибежищем от всех печалей слова Я, и проведи меня в блаженство слова Я. Ведь в слове том, хотя и маленьком, душа всех слов сокрыта. познайте это лишь однажды, и восстанаполонит сладость, и любое слово восторгом жизни будет вечно полно. А если запертом останется оно, то полон будет горечий язык, и слово каждое, сошедшее с него, яд смерти источать вовеки будет. Запомните монахи слово Я творящее, и если из него магической не извлечете силы, не обретете мастера могущества, тогда унылым стоном ваша будет песня, и в мирный час познайте вражду, и светлый день вам тьмой обернется. Ведь ваше Я сознание бытия, глухое и бесплатное озвучит, и оживив и вес и меру даст. Неслышное оно звучать заставит и сделает невидимое видным, чтобы смотря могли бы вы увидеть невидимое, слушая, услышать беззвучное. Пока же вы глядите глазами, ушами слышите, если б не они, вы не могли б ни то и ни другое. Одной лишь мыслью, начатою с Я, вы вызовете море дум, и море то творение Я, что есть одновременно и мысль, и сам мыслитель. И если мысли ваши причиняют боль, царапают или ранят, то знайте же тогда, что это Я их наделило жалом и когтями. Мир дат вам говорит, коль скоро нечто способно наделять, оно же может и решать. Одним лишь чувством Я вы наполняете колодец чувств, что в сердце вашем. Тот колодец творения Я, что есть одновременно и чувство сильное, и тот, кто чувствует. И если ваше сердце придавлено тяжелой ношей, знайте, что ваше Я то тяжесть водрузило. Мир дат вам говорит, коль скоро нечто отяжеляет сердце, оно же и способно от тяжести освободить. Одним лишь словом Я вы жизнь даете огромной армии небесных слов. И каждая есть символ некой вещи. Она есть символ мира. Каждый мир собою являет часть вселенной, а она творение Я, что есть одновременно материал из очей. Если же вселенная заселена созданиями ада, то знайте же, что это ваше Я дало им право жизни в вашем мире. Мир дат вам говорит, коль скоро нечто способно сотворить, оно же может уничтожить. Каким является Творец, таким же будет и творение его. Ведь разве кто-то способен сотворить произведение большее себя или меньшее? Только лишь себя, себя, ни больше, ни меньше, способен породить на свет Творец. Я есть фонтан, родник, откуда все рождается, куда в свой срок уходит. Каков источник и поток таков, что изливает он? Я есть волшебный посох, и не сможет рождение дать чему-нибудь другому, кроме того, что маг хранит в душе. Каков волшебник, таковы чудеса. Запомните, что каково сознание, такое ваше Я. Какое ваше Я, таков и мир. И если сам ты чист и сам определен в значении, то мир твой будет прозрачен и определен. Слова твои не станут лабиринтом, дела твои не будут больности, а если Я твое туманно, непонятно, тогда и мир твой призрачен и вял. Слова твои запутают любого, поступки же оплотом боли станут. А если Я твое сильное и постоянно, то постоянно и вынослив будет мир, тогда ты сможешь время превозмочь и превзойти пространство. Если Я твое непостоянное, приходящее, твой мир окажется непостоянным, слабым, и дуновением легким, струйкой дыма, ты улетишь навек в небытие. Едино твое Я, един твой мир, и ты в согласии вечном с небесами и с жителями мирными земли. Но если дробно Я разбит на части мир твой и вечный спор ведут они и меж собою века не воюют. Я есть опора, центр твоей жизни, источник всех вещей. Они оттуда расходятся и мир твой наполняют и наполняют также место, где меж собою сходятся они. И если Я устойчива, то мир устойчив твой и силы никакие ни высшие ни низшие не смогут увлечь тебя ни вправо ни налево. А если Я шатается, то станешь беспомощным листком, который кружит потоки злые ветра грозового. И вот твой мир устойчив, убежден лишь в неустойчивости, без определения определен и постоянен в непостоянстве он. Един же лишь во многом. Твой мир суть колыбель, над гробным камнем ставшая. Твой мир над гробе, что стало колыбелью. Дни поглощают ночь, а ночь извергнет дни. Мир объявил войну, война же ищет мира, сквозь слезы смех, рыдание сквозь улыбку. Твой мир томится в родовых потугах, а повитуха смерть те роды принимает. Твой мир есть сито, ни одна ячейка не схожа с остальными. Ты же сам мучительно просеиваешь то, что не процедишь сквозь такое сито. Твой мир настроен против самого себя, поскольку я твое разделено. Твой мир препятствий и барьеров полон, поскольку я твое тебе барьером служит. Оно оставит что-то за оградой, под тем предлогом будто не подходит, другое же оно впускает внутрь и говорит ту часть моей природы. Но то, что за забором рвется внутрь, а что внутри, то просится наружу. Они ведь дети матери одной, и с ними твое я, и им не нужно друг другу противостоять. Но ты не рад счастливому союзу. Ты вновь и вновь пытаешься бесплодно разъединить неразделимое. Противишься слиянию, упрямо избавляешься от жизни, надеешься вбить клин меж тем, что мнится тебе твоим и тем, что, как решил ты, тебе чуждо. Поэтому слова людские ядом сочатся, потому дни человека горе омрачает, поэтому полные ночи болью. Монахи, говорю я вам, Мердат соединит раздробленное вас, чтоб жили сами вы в ладу с собою, в ладу со всем, что есть во всей вселенной. Он ваше я освободит от яда, дабы вкусить вам сладость понимания. Мердат научит вас соизмерять, дабы познать вам радость равновесия. Мастер замолчал и наступила тишина и снова первым Майкайон заговорил «Слишком волнующие слова твои, Мердат. Они распахнули перед нами множество дверей, но мы так и остались на пороге. Веди нас за пределы, веди нас внутрь». Глава третья Святая Троица и совершенное равновесие Мердат Но несмотря на то, что в своем Я центрированы вы, однако все же заключены в едином общем Я, и даже Я единое Всевышнего в том общем Я заключено. Божественное Я Святая Вечность Нетленное единственное Слово В нем Бог первичное сознание проявился. А если бы не это, был бы Он лишь только молчаливым Абсолютом. Но словом Сим Он сотворил Себя. Бесформенный с Ним форму принимает, приняв в которую все существа затем бесформенному снова возвратятся. И ощутив себя, помыслив о себе и о себе сказав, не нужно Богу произносить что-либо, кроме Я. Поэтому, монахи, слово Я его единственное, лишь оно есть Слово. Все сказано, когда произнесет Он Я. И все миры, что видно или неявны, и все, что родилось, и все, что ждет рождения, и время, то, что ныне есть, и то, что лишь наступит, на свете все, мельчайшая песчинка во вселенной, отозвалось, объединилось в этом слое, им сотворено, через него и существует. Лишь отзвук в пустоте это слово, что не наделено значением, оно проказа, если не несет в себе единство. Однако слово Божие не отзвук, ни свищ на языке, ни проказа. Лишь те слова становятся такими, что понимание слыша лишены. Ведь понимание это Дух Святой, что оживляет слово, наполняет сознанием его. Ведь понимание суть то, что в равновесии приводят весы, а чаша их первичное сознание и слово. Первичное сознание, слово, дух понимания, троица бытия. Все трое есть одно. Одно является тремя и равнозначно, и равномерно, и равно во времени. То есть самоуравновешивание, самопознание, самонаполнение. И никогда ни больше, ни меньше. Всегда в покое и неприходящее. Оно суть совершенства равновесия. И человек зовет его Господь, хотя оно, чтоб именем назваться, чудесно слишком. Несмотря на то, священное его имя и священное уста, что эту святость сохраняет. И кто иной, быть может, человек, если не Божий Сын? И разве может он отличаться чем-нибудь от Бога? Ведь желудь целый дуб в себе хранит, а человек в себе скрывает Бога. А это значит, что и человек, святой являясь троицей, несет в себе сознание, слово, понимание. Так почему же не уравновешен он, настолько же, насколько Бог? Коли хотите узнать ответ на ту загадку, внемлите, братья, мне. Глава четвертая. Человек суть младенец Бог. Узнайте же, монахи, человек есть Бог младенец. Время же, пеленки. Расстранство окружающее так же. И тело вместе с ним, и так же чувства, и все, что могут воспринять они. И мать, что с неусыпной заботой детей обледет, она прекрасно знает, пеленки это вовсе не малыш, а вот малыш не ведает того. И человек закутан в ограничении с головой и с возрастом меняются они и так всю жизнь. Поэтому сознание его всегда меняется, и слово, что призвано сознание отразить, всегда туманно, неопределенно, и мутно понимание, и жизнь неравновесия, замешательство огромно. Он страждущий о помощи вызывает, и крик его мучительно теснится сквозь века, и вздохами насыщен тяжелый воздух. Море солоно от слез его, земля испещрена его могилами, оглохло небо от молитв его. Все это происходит лишь потому, что он пока не знает значения его я, что для него суть тоже, что пеленки для младенца. Он произносит я и разделяет слово надвое. Его граница суть одно, его бессмертное божественное я другое. Он счетно силится делить неразделимое, а Бог не позволяет, ибо неделимое не может быть разделено никак, ни даже силой Бога. Лишняя незрелость людская может то вообразить. И человек младенец окрекает себя на битву и ведет войну против нетленной сущности, считая ее угрозой лично для себя. И в битве той неравной разрывает он плоть свою на части, проливает он кровь свою. А Бог, отец и мать, за битвой твою с любовью наблюдает. Ведь знает он, что человек срывает не что иное, как тяжелые оковы, что изливает он на землю желчь, за тем, чтобы избавившись от них, он смог узреть единое в единстве. И в битве той судьба его бороться, и кровью истекать, теряя силы, и все лишь для того, чтобы пробудиться в конце концов, и вновь соединить раздробленный я своею плотью, и запечатать кровью. Поэтому, друзья мои, я вас предупреждаю, да, будьте осторожны, употребляя слово «я», заботясь о святом его предназначении. «Ведь до тех пор, пока ограничения звучат в том слове, а не сам младенец в нем отражен, служить оно вам будет лишь решетом, а не горнилом Божьим. И сей сквозь него, тогда придется вам суету-сует, лишь для того, чтобы смерть в конце концов на дне увидеть». Глава пятая. Слово Божественное и Слово Человека. Божественное Слово суть горнила. Что создает оно, то тут же тает, сливается в едином, ничего не принимая как достойное, и также не отвергая ничего, как нечто недостойное его. Наполненное Духом понимание, оно прекрасно знает, само и сотворенное им есть одно и то же. Ведь отвергая часть, ты отвергаешь целое, а целое отвергнув, отвергнешь и себя, и потому оно всегда едино по цели и по смыслу. Реши то есть Слово Человека. Все создано им находятся в тисках и под ударом. Всегда есть выбор или друг или враг. Но часто так бывает, что друзья вчерашние врагами завтра станут. Тот же, кто врагом вчера являлся, друг твой ныне. Жестокая бесплодная война бушует, в которой человек самим собой воюет, лишь потому, что Духа Святого ему не достает. Ведь Дух Святой наполнит пониманием, что человек и то, что сотворило, едино, что отвергать врага все то же, что отвергнуть друга. Ведь оба слова враг и друг, то есть творение Слова, творение его я. То, что сегодня отвергаешь ты, считая неизбежным злом, другому покажется как благо. Разве может одно быть сразу тем и тем друг другу противоположным? Ни то и ни другое. Только я твое решила, что это зло. Другое я решила увидеть в том же самом благо. Сказал я вам, что коль способно нечто создавать, оно же может уничтожить. И так же, как создал ты врага, ты сам его способен уничтожить, или другом можешь ты его назвать. Однако я твое должно горнилом быть и озаренным духом понимания. Поэтому и говорю я вам, молитесь лишь только об одном, о понимании. Ничто другое больше вам не нужно. Не будьте решетом, друзья мои, ведь слово Бога это жизнь, а жизнь горнила. Все в горниле том сотворено в единствен нераздельном, все в равновесии находится, и все достойно автора той троицы святой. Насколько больше это вас достойно. Не будьте решетом, друзья мои, и жизнь ваша наполнится и станет богатой настолько, что никакое сито не сможет вас на части раздробить. Не будьте решетом, друзья мои, ищите в слове знания, чтобы знать слова свои. Познав слова свои, сумеете вы решето предать огню. По сути, ведь одно и ваше слово, и слово бога, если только ваше вуалью не завешено. Мир дат поможет вам развеять пелену. Слово бога вечного времени, в пространстве бесконечно. Было ли время, когда бы бог покинул вас, и есть ли место, где вы могли бы быть без бога? Тогда зачем в часы и месяцы заковывать вам вечность? Зачем длиной соизмерять пространство? Слово бога есть жизнь, которая еще не рождена, а потому не может умереть она. Жизнь ваша окружена и смертью, и рождением. Но скажите, не жизнью бога ради вы живете? И может ли бессмертное являть собой источник смерти? Слово бога в себя включает все, в нем нет преград, тогда как ваше слово заборами окружено. Я говорю вам, ваша кровь и плоть, не только ваше тело. Бесконечны, бесчисленны те руки, что познали вместе с вами богатство неба и земли, откуда проистекает ваша плоть и то, куда она вернется. Также свет ваших очей не есть лишь ваш, а то колодец света всего, всего, что солнце озаряет. Что видели бы ваши очи, если б во мне не стало света? То мой свет меня же видит вашими очами, и то ваш свет глядит на вас через меня. Будь я тьмой полнейшей, и ваши очи, глядя на меня, полнейшей тьмой восстали. И также то дыхание, что грудь вам наполняет, есть не только ваше. Все, кто когда-то воздухом дышал, и те, кто ныне дышит, вашу грудь вдымают. Не Адама воль дыхание то, не сердце ли Адама в вас стучится? И мысли ваши не одним лишь вам подвластны. Безбрежный океан всеобщей мысли считает их своими. Все, кто мыслит, кто с вами делит этот океан, все существа на них имеют право. И сны, что снятся вам, не только ваши. Вселенная сама спит вашим сном. Ваш дом не только вам принадлежит. гостям, мышам, котам, собакам, мухам и всем, кто вместе с вами в нем живет. Но знайте об оградах и заборах. Окружены забором вы пребываете в обмане. Забор убрали, вышли вы на правду свет. Внутри же твои ограды, оглядываясь, вы лицом к лицу со смертью встретитесь. И это есть обман под именем другим. Неотделим от Бога человек. И от других людей неотделим он, и от всех существ, что словом сотворены. Вы облака, а слово океан. И чем бы было облако, коли океана не было бы в нем? Да, глупым будет облако, что жизнь потратит лишь на то, чтобы на месте в пространстве закрепиться, чтобы форму и вместе с ней название сохранить. Что за плоды пожнет оно в итоге? Разбитые надежды, боли, горечь от тщетности своих усилий. Не потеряв себя, найти себя не сможет. Не умерев и форму не отринув, не сможет и увидеть океан, который его истинная сущность. И человек есть облако, что Бога в себе несет. А если же он пост и нет себя в нем, то он себя найти не сможет. Какая же в том радость, какая радость в том, чтобы быть пустым? И если потерялись вы в одном лишь слое, не сможете понять то слово, которым являетесь вы сами, ваше я. А что за радость быть потерянным? И вновь я повторяю вам, молитесь, просите понимания. И когда святое понимание вас наполнит, вам распахнутся двери в необъятность Бога. И с радостью для вас все отзовется, когда произнесете я. Тогда для вас оружием смерть станет, и с ним в руках вы победите смерть. И сердце ваше примет жизнь и дар, в объятие свое на вас примет, и даст вам ключ от сердца безграничного ее, а ключик тот любовью зовется. Шамадам Никак не думал, что из тряпки и метлы можно выжить столько мудрости, намекая на то, что Мердат слуга. Мердат для мудрого все является вместилище мудрости, для глупца сама мудрость является глупостью. Шамадам Ничего не скажешь, твой язык хорошо подвешен. Почему же ты смирял его так долго? И все же слова твои слишком трудны для восприятия. Мердат Нет, Шамадам, мои слова легки. Твое же ухо тяжестью своею придавлено к земле. Но горе тем, кто слушает горе тем, кто смотрит ничего не видя. Шамадам Я слышу и вижу хорошо, возможно, даже слишком хорошо. И все же никогда не слышал я большей глупости, чем то, что Шамадам Мердат суть мастер и слуга подобны. Глава 6. Мастер и слуга. Братья высказывают свое мнение относительно Мердата. Мердат. Мердат слуга не только Шамадама. Ты можешь перечислить своих слуг. Есть ли орел или сокол, есть ли кедр или дуб, есть ли гора или звезда, есть ли океан или озеро, есть ли ангел или король, который не служит Шамадаму. И разве мир весь не служит Шамадаму? Не только лишь Мердат хозяин Шамадама. Ты можешь перечесть своих хозяев. Есть ли жук или блоха, есть ли сова или воробей, есть ли трава или дерево, есть ли камень или ракушка, есть ли росинка или пруд, есть ли нищий или вор, которым не служил вашим Адам. И разве он не служит всему миру? Ведь выполняя каждый день свою работу, мир что-то делает за вас, а вы работой осуществляете работу мира. Да, голова хозяин животу, но и живот твоей голове хозяин. Нельзя услугу оказать тому, кто сам в тот миг не служит, и тот служить не сможет, кто сам услуг не принимает. «И говорю тебе, шамадам, и всем вам, братья, что слуга хозяин своего хозяина, а тот слуга слуги, и да не станет кланяться слуга, и да не станет хозяин заноситься. Умерь хозяина гордыню, вырви с корнем под обо страсти слуги. Помните, что мир един, вы же слоги в слове, на деле воедины. Никакой же слог не будет знатен более другого, а множество слогов составит один лишь слог, имя ему слово. Такими односложными должны вы стать, если хотите познать экстаз несказанной любви к себе, которая любовью ко всем является, любовью к каждому. ни как хозяин со своим слугой, ни как слуга с хозяином, сейчас я говорю с тобой, шамадам, как с братом брат, и потому слова мои тебя столь угнетают. Если пожелаешь, отвергни ты меня. Не говорил я разве, что моя плоть ничто иное, как плоть твоя. Не стану в спину вон за тебе кинжал, чтоб самому мне кровью не истечь. Вложи язык свой в ножны, если не хочешь кровь пролить. Раскрой свое мне сердце, если его от боли хочешь уберечь. Лучше быть лишенным языка, чем наделенным таким, что исторгает острые шипы. Слова им порожденные не смогут ничто иное, как сжигать, покуда язык, что произносит их, не будет при чистом понимании озарен. Прошу я вас, ищите ваше сердце. Прошу я вас, разрушьте все преграды на внутреннем пути. Прошу я вас, отбросьте прочь пеленки, укутавшие ваше «я». «Считайте едином вы его со словом Бога, всегда в покое и самим собой, и также с бесконечными мирами, рожденными из «я». Так учил я, ноя, так учу и вас». Сказав это, Мердат удалился к себе в келью, оставив нас в крайнем смущении. После долгого томительного молчания братья стали расходиться. Уходя, каждый говорил, что он думает о Мердаде. Шамадам, нищий, возомнивший себя королем, мой Кайон, он тот самый невидимый пассажир Ковчега, ведь он сказал, так учил я Ноя. Абимар, запутанный клубок, Мейкастер, звезда иного небосклона, Бенун, великий ум противоречий полный, Самура, удивительная арфа, настроенная в неведомом ключе, Химбал, странствующее слово, ищущие друзей, что смогут выслушать его. Глава седьмая Майкаион и Наронда ведут ночную беседу с Мердадом, который намекает им на грядущий потоп и просит их быть готовыми. Была вторая половина третьего часа ночи, когда дверь Майкери приоткрылась, я услышал прерывистый шепот Майкаиона. Наронда, ты не спишь? Сон не посетил меня этой ночи, Майкаион, и моих глаз сон не коснулся. А он? Ты думаешь, он спит? Ты имеешь в виду мастера? Ты уже называешь его мастером? Возможно, оно и так. Я не могу заснуть, пока не выясню, кто он. Войдем к нему сейчас же. Мы на цыпочках вышли из моей кельи и вышли в ту, где жил мастер. Лунный свет, проникая в щель под потолком, освещал скромную постель на полу. Она была не смята, и по всему видно было, что в эту ночь на ней никто не спал. Того, кого мы искали, в келье не оказалось. Озадаченные, престиженные, разочарованные, мы уже готовы были уйти, но вдруг раздался желанный голос, и мы узрели его благородный лик. Мастер стоял на пороге кельи. Мирдат, не тревожьтесь, садитесь с миром. ночь скоро растворится на восходе. Благоприятен час для растворения. Мой кайон растерянно пробормотал. Прости нас за вторжение, мы не могли уснуть всю ночь. Сон слишком краткое самозабвение. Лучше утопить свое я и пробудиться, чем пить самозабвение из наперстков сна. Что привело к мир даду вас? Мы пришли узнать, кто ты. Когда с людьми я говорю, я Бог, как даже с Богом человек, узнал ли ты мой кайон? Ты богофульствуешь? перед Богом мой кайона возможно, перед Богом мир дада никогда. А много ли богов? Столько же, сколько людей, раз ты говоришь об одном Боге мой кайона и о другом Боге мир дада? Немножество есть Бог, Он есть единство. Теней же много разных человека. Погода Он отбрасывает тень, Бог человека только тень его. И только те, кто не имеет тени, находятся в свету. Они лишь знают Бога. Ведь Бог есть свет. Лишь свет способен свет познать. Не говори загадками. Слишком бессильно наше понимание. Загадкой будет все для человека, имеющего тень. Пока же он одаживый свет, он будет спотыкаться, и тень ему преградой будет. Когда же понимание его сияет, исчезнет тень, исчезнут и загадки. Поверьте, братья, очень скоро соберет мир дат все тени ваши и в солнечных лучах сожжет. И то, что кажется загадкой сейчас, прольется светом истины и станет не нужно никакое объяснение. Так не скажешь ты нам, кто ты на самом деле. Быть может, мы бы лучше тебя поняли, знаем и твое истинное имя, твою страну и предков. Ах, мой каен, ведь как орла на волю пущенного в клетку пытались бы вы снова посадить. Так же пытайтесь вызоковать мерда даваковы и вуалями закрыть. Каким же именем он назовется, тот человек, который уж не в клетке? В какой стране он может проживать, тот человек, в котором вся вселенная живет? Кого он может предками назвать? Клят Бог он произошел. И если хочешь мой каен узнать меня, познай ты мой каена. Быть может, ты просто миф, облаченный в человеческие одежды? Однажды Люни скажут, мир дада не было, все это только миф. Но скоро вы поймете, что миф реален больше, чем любая реальность человека. Сейчас мир не внимателен к мир даду. Мир дад к нему внимателен всегда, узная скоро мир мир дада. Ты случайно не тот ли тайный пассажир ковчега? Я подаенный пассажир ковчега любого, что сражается с потопом иллюзий. Принимаю вахту я каждый раз, как только капитаны попросят моей помощи. А ваши сердца, хотя не ведают того, ко мне уже давно, давно взывают. И вот мир дад уж здесь вас направляет, чтоб вы смогли мир вывести из бездны, потопа величайшего избегнуть. Значит, грядет еще одно наводнение? Грянущее не то, что смоет землю, а что проявит небо на земле. Не то, что смоет человека след, а что откроет Бога в человеке. Да возможно ли это? Совсем недавно в небе сияла радуга. Как можешь ты говорить о потопе? Его опустошающая ярость куда сильнее, чем та, что ной застал. земля водой залитая весенних надежд полна. Она не та земля, что мечется в агонии кровавой. Должны ли мы проследить за окончанием? Ведь нам было сказано, что приход тайного проводника возвестит конец. О, не тревожьтесь, братья, земля. Она так молода и слишком груди ее полны. И много поколений выкормит она. И не тревожьтесь вы о человеке, хозяине земли. Не разрушим он. Да, человек не истощим, не исчерпаем человек. И человеком войдет он в кузницу, а выйдет богом. Внимательно готовы будьте братья. Смотрите же и слушайте, чтобы ваши сердца смогли узнать святой тот голод, который утолите вы однажды, и утолив наполнитесь навеки. Должны всегда вы быть полны, чтоб жаждущих суметь наполнить. Должны всегда вы быть сильны, устойчивы, чтоб поддержать колеблющихся слабых. Всегда должны готовы быть вы к буре, чтоб дать приют бездомным обродягам и лишенным крови. Всегда должны вы быть светлы, чтобы вести бредущих в темноте. Ведь слабые обузы будут слабым, но сильный им всегда придет на помощь. Ищите слабых, ибо слабость их то ваши силы. Голодный голод вызовет в голодном, для сытых они благо. Ищите же голодных, ибо ваша полнота есть то, чего они так жаждут. Слепые камень преткновения для слепых, для видящих они пути и знамения, их тьма ваш свет. В этот момент мы услышали звук горна, созывающего всех на утреннюю молитву. Мердат Самора провозглашает новый день. Он чудо новое, которое легко вам прозевать, меж тем, когда сидите и встаете, меж тем, когда свое набьете чрево, когда опустошаете его, меж тем, как корешаете язык словами праздными и делаете много из того, что лучше бы не делать. Нам не следует молиться? Идите, молитесь, как молиться вас учили. Молитесь вы хоть как-нибудь. Идите. И все, что делать вы должны, свершайте, пока не станете владеть собой и не научитесь учиться, пока молитва и слово ваше каждое не станет, а дело каждое союзом с волей Божьей. Идите с миром. Позаботиться, Мердад, чтобы завтрак ваш был сытным и полезным. Глава восьмая. Семеро монахов ищут Мердада в убежище, где он предупреждает их о поступках, совершенных во мраке. В тот день мы с Майкайоном так и не пошли к заутренней. Шамадам заметил наше отсутствие. Он каким-то образом прознал о нашем ночном визите к мастеру и был крайне недоволен. Но он не выразил этого, выжидая более подходящего момента. Остальных братьев взволновал наш поступок. И они сгорали от любопытства, желая узнать причину. Некоторые думали, что это мастер посоветовал нам не ходить на молитву. Другие ломали голову над тем, кто же он такой на самом деле, и утверждали, что он сам позвал нас к себе ночью, желая открыться лишь нам одним. Никто не верил, что он был тайным пассажиром ковчега Ноя. Но всем хотелось увидеться с ним и о многом расспросить. По обыкновению, свободное от обязанности время мастер проводил в пещере, нависающей над черной пропастью. Между собой мы звали ее убежищем. После обеда все, кроме Шамадама, отправились туда. Мы застали мастера погруженным в глубокую медитацию. Лицо его светилось, и оно стало еще светлее, когда он открыл глаза и увидел нас. Как быстро отыскали вы гнездо свое. Рад за вас мердать. Наше гнездо ковчег. Почему ты называешь гнездом пещер? Ковчег зей храмом был когда-то. А сейчас? Сейчас, увы, кротовая нора. Восемь счастливых кротов и мердат девятый. Легко смеяться, трудно все понять. Насмехаясь насмешник, сам становится предметом осмеяния. Зачем же зря трудиться пустослове? Да ведь это ты насмехаешься над нами, называя нас кротами. Когда и чем заслужили мы это название? Разве мы не храним огонь, который некогда нам доверил вной? В прежние времена ковчег был всего лишь лачугой, служившей пристанищем для горских нищих. Теперь это дворец, побогаче, нежели многие другие дворцы. Граница его сравнимая с границами королевских владений. Если уж мы кроты, то неплохо обжили мы свою норку. Огонь отца горит, но лишь на алтаре. В чем его польза, кулисам-то не алтарь, а сердце не дрова и масло? Ковчег наполнен златом, серебром сверх всякой меры. И он скрипит, трещит по швам, готовый развалиться. А тот ковчег, что был в начале, тот жизнью переполнен был. Не нес в себе он груза мертвого и в бездну упасть никак не мог. Так знайте же о времени, друзья. Все станет грузом для того, кто свято верит в божественный источник свой. Пусть целый мир внутри него и все же не несет он груза. И говорю я вам, пока вы не избавитесь от серебра и злата, в пучину они тянуть вас будут. Ведь человек держит все, за что он держится. Ослабьте хватку, за вещи не держитесь, если не хотите, чтобы они держали вас. И не пытайтесь что-то оценить, ведь даже пыль бесценна. Буханка хлеба сколько может стоить? А солнце, воздух, океан, земля? А поты слезы пахаря того, кто вырастил в шиницу? А руки пекаря, испекшего буханку, сколько стоит? Не ставьте цену ни на что, коль не хотите, чтобы на вашу жизнь поставил кто-то цену. Жизнь человека не дороже того, что дорого ему. Остерегайтесь, что в жизнь для вас бесценная, не стала бы дешевкой, вроде золота ковчега. ковчега. но даже вы хозяевами мира, не избежите все живых границ. Мир дат вам предлагает бесконечность. Ведь море только капля на земле и все же опоясывает землю. А человек, он суть все тоже море, без конца и края. Не стоит по-детски мерить с головы до ног его и думать, что вы границ отыскали. Быть может, как сказал нам Абимар, в норе своей вы счастливо живете, но как крыты, что трудятся во тьме. И чем ходы их глубже и сложнее, тем дальше они прячутся от солнца. Я знаю ваши лабиринты, Абимар. Вы горст, как говоришь ты, лишены вы соблазнов суетных и искушений, молитвам посвятили вы себя общению с Богом. Но странные темны дороги ваши, что с миром дальним связывают вас. В ковчеге слышу я дыхание страсти. Я вижу, что в него проникла зависть и точит ваш божественный алтарь. Хоть братством небольшим себя зовете, но сколько армии скрыта в братстве том. Будь вы на самом деле хозяева норы, как говорите. Давно позже прожили выход не только на земле, но и на солнце и на других светилах небосклона. Усердно кровь свой темный ход копает, но вам не нужно пальцем шевельнуть, чтоб к свету проложить себе дорогу. Вы сидите здесь в гнезде вперед воображение пустите. Оно ваш проводник. Оно вам путь божественное проложит среди сокровищ дивных бездорожья, что царством вашим зиждется пока. Ему доверьтесь и за ним идите, наполнив сердце смелостью, отвагой. Его следы и следы воображения, оставленные на звезде далекой, послужат верным знаком вам, приметой, что сами вы укоренились там. Ведь вы не можете представить ничего, что не было бы в вас, или хоть часть у вас. Занять не может дерево земли твой больше, чем занимает его корни. Но человек объемлят бесконечность, поскольку в ней он сам укоренен. Не стоит ограничивать себя. Займите все пространство, чтоб не было бы мест, где вы не побывали. Распространитесь, чтоб целый мир был там, где вы. Растите ввысивши и встретьте Бога там, где сами встретитесь с собой. Распространитесь, станьте больше. Зачем же вам трудиться в темноте, уверовав, что тьма непроходима? И если слепоты своей не стыдно, и если не стыдитесь темноты, то помните о светляках хотя бы, что видят в темноте. Нет темноты, друзья мои. Есть только лишь степень освещенности, своя для каждого, смотря кому что нужно. Ваш яркий день вечернею зарею увидит феникс, а у лягушки ночью день. И если тьму саму разоблачить, она не станет облачением. Учитесь быть открытыми и вещи без вуали лицезреть. Если ничто раскроет ваши тайны, оно само прикрытием станет. Ведь крышка знает, что в горшке хранится. Но жало кто-то горшок, что то краев наполнили червями и сняли крышку. Я говорю вам, выдох ни один не может быть исторгнут из груди, чтоб скрытое все ветру не поведать. Взгляд ни один не соскользнет с очей, в себя все ваши страхи улыбки, желания и надежды не вобрав. Сон ни один не постучится в дверь, ко всем другим дверям не подойдя. И потому следите вы за тем, как смотрите. Следите и за тем, как уму снова распахнете двери. Хотите жить без боли и забот? Мир дат вам с радостью укажет путь. Глава девятая путь к жизни без боли. Братья хотят знать, является ли Мир дат тайным пассажиром ковчега. Микастер, укажи нам путь. Мир дат, вот вам путь к свободе от заботы боли. Должны вы думать так, как будто мысли ваши на небесах начертаны огнем, чтоб каждый мог их видеть. И так оно и есть на самом деле. Должны так говорить, как будто мир одно большое ухо, что хочет вас услышать. И так оно и есть на самом деле. Дела свершайте так, как будто каждый поступок ваш вас эхом отразится. И так оно и есть на самом деле. Желайте так, как будто вы само желание. И так оно и есть на самом деле. Живите так, как будто Бог нуждался в вас, чтобы жизнь свою прожить. И так оно и есть на самом деле. Химбал. До каких пор ты будешь играть с нами в загадки? Ни один человек, ни одна книга еще не говорила с нами так. Бенун. Открой себя, чтобы мы знали, как нам слышат тебя. Если же ты тайный пассажир Ковчега, то докажи это. Мирдат. Ты хорошо, сказал Бенун. У вас ушей так много, что не слышите. Имей же вы одно, но то, что слышит меня и понимает, от доказательств отказались бы. Бенун. Тот тайный пассажир придет к нам, чтобы вершить страшный суд. Чтоб судить мир. И мы, хранители Ковчега, должны быть с ним в суде. Пора ли нам готовиться к суду? Глава десятая. Об осуждении и судном дне. Мирдат. Ни капли осуждения нет в словах моих. Но только лишь святое понимание. Я здесь не для того, чтобы мир наш осудить. Наоборот, чтобы освободить от осуждения. И только лишь невежество рядится в парик и мантию. Оно чертит законные границы, ведомое желанием наказать. Невежеством является осуждение невежества. К примеру, человек. Не был бы он невеждой, не стал бы разделять себя надвое, тем призывая собственную смерть и смерть всего, что он творит в разъединенном мире. И говорю я вам, что нету Бога и человека. Есть только Бог и человек, или человека-бог. Едино все. Однако все единое сейчас разделено и приумножено. Единство Бога. Вот божественный закон, который был всегда. Закон, что сам себя провозгласил. Ему не нужно ни судов, ни судей, чтобы его признали повсеместно, чтобы уважали в нем достоинства и сил. Вселенная – вот явное свидетельство того. Но не явное – тот глаз единственный, что возвещает закон для всех, кто может слышать. Ведь море, хоть оно огромное и очень глубоко, всего лишь капля, земля, хоть широка она, всего лишь сферы неба, планеты, хоть много их, вселенная одна, а человечество? Ведь все оно – всего лишь человек, а человек с его мирами – абсолютное единство. Единство Бога есть закон существования. Другое имя этому – любовь. И знать его, с ним жить в согласии дружным, то значит жить в согласии с жизнью, следовать другим законам, то значит следовать законам смерти и небытия. Жизнь собирает воедино, смерть разрывает на куски. Жизнь свяжет вместе, смерть вас разделит. А человек же двойственен, и он посередине. Он собирает через разделение, он связывает только развязав. Сбирая, связывая, следует закону, и жизнь ему наградой. А разбросав и развязав, грешит против закона, и смерть – то горький приз его. Себя вы осуждаете, и также судить вы будете людей, но они осудят и себя, и всех других. Как страшен суд, и как ужасны судьи. И два преступника, друг друга на виселице вздернувши, не так страшны, как судьи те. И два вола в одном ярме, желающие охмотать друг друга, те не так смешны. Неотвратительны настолько два трупа в одной могиле, приковарившие друг друга к смертной казни. И двух слепых, друг другу вырывающих глаза, не жаль настолько. Отвергните же вы места в судействе. Ведь, чтобы осудить кого-то или что-то, должны не только знать законы, жить в согласии с ним, но и уметь выслушивать все за и против. Кого в свидетеля возьмете вы? Хоть может, ветер вы призовете в зал суда. Ведь помогает он, способствует всему, что в Поднебесии творится. А может, вызовите звезды, участники они событий в мире всех, или, может быть, повестку вы пошлете всем умершим с Адамой до наших дней. Ведь мертвые живут в живущих ныне. Дабы собрать всю бездну доказательств, в свидетели придется космос звать. Когда же сможете приветствовать вы космос, исчезнет самонадобность в суде. Судейские места освободите, позвольте вы свидетелю судить. Кто знает все, не станет осуждать. Собрав свои миры все воедино, не будете вы осуждать того, кто за пределами остался. Ведь будете вы знать, что отчуждение уже есть наказание, что сам себя жестоко наказал безумец, миру противопоставив. Не будете того винить, кто сам себя винит. Поможете ему не осуждать себя. А ныне человек так перегружен той ношей, что сам же и взвалил. Трудная и зверистая его дорога. И осуждение каждой есть груз и для судьи, и для того, кого он судит. И, коль хотите, чтобы ваша ноша была легка, совсем вы не вините. И, коль хотите, чтобы растворилась она сама в себе, чтоб утонула и чтоб навеки потерялась в слове, пусть понимание правит каждым шагом и вам дорогу гладкую укажет. Нет осуждения в уздах моих, но только лишь святое понимание. Беннон. А как же судный день? Мердат. Да каждый день ваш судный. Любой поступок, каждое дыхание, все взвешено. И ничего не скрыто. Ничто не остается неучтенным. Нет мысли, нет поступка, нет желания, что не оставит по себе следа в мыслителе и в деятеле. Все они собой являют точный образ того, кто мыслит, действует, желает. Все, что в согласии с законом Бога, все в чаше жизни собрано. Все, что ему противится, на чашу смерти ляжет мертвым грузом. Ведь дни твои, Беннон, совсем не схожи. Какие ты проводишь безмятежно, и значит собираешь урожай часов, прожитых праведно. В другие небосклон души твоей затянут облаками. Те дни плоды часов, когда наполовину спал ты и силы смерти отдавал, и в то же время ты был наполовину жив. Бывает же и так, что попадаешь в бурю, и на тобой гроза бушует, и точно щепку в стороны кидает. Удары сверху получаешь ты, и снизу плетью хлещут. И ты лежишь лицом в грязи и молишь об одном, чтоб никогда на свет ты не родился. Такие дни плоды часов, что ты провел в сопротивлении Богу. И то же с миром. Грозовые тучи не менее страшны, чем те, что были во времена потопа. Откройте же глаза, и будет вам дано увидеть. Когда вы смотрите на облака, гонимые на север южным ветром, вы говорите, скоро будет дождь. Но где же ваше здравое суждение, чтоб точно так же вам определять путь облаков на небе человека? Да разве вы не видите, как крепко держат вас свои же сети? Освобождение тень грядет. Как страшен он. Опутали и сердце, и душу человека те сети уж давным-давно. И разорвать их можно лишь вместе с плотью человека, переломав ему хребет. Да люди сами рвот и раздробляют. Когда сосуд откроется, так будет, оттуда выйдет все, что было в нем. Возможно ли тогда для человека снести безумный стыд, не убежать и смело посмотреть всему в глаза? Завидовать живые будут мертвым, а мертвые живым проклятья злать. Слова людей застрянут комом в горле, и светом очи выжат. Их сердца на волю пустят змеи-скорпионов. И люди будут в ужасе кричать «Откуда гады эти?», позабыв, что сами же их в сердце породили и выкормили. Откройте же глаза, и вы взрите, что прямо здесь, в ковчеге возведенном, чтобы служить для мира маяком, звездой быть путеводную, вы сами, хранители его, с дороги сбились, что вы увязли по уши в трясине. И коль маяк в ловушку превратился, печально же и участь кораблей. Мир, да, для вас ковчег построит новый. Он здесь, в гнезде, его вам возведет. Из этого гнезда вы в мир порхнете, но будете нести не ветвь оливы, а жизнь неиссякаемую. Для этого должны вы знать закон и соблюдать его. Самора Как же мы узнаем божественный закон и как станем соблюдать его? Глава одиннадцатая Любовь – божественный закон Мирдат указывает на враждебность между двумя братьями, призывает арфу и поет гимн новому ковчегу. Мирдат Любовь – закон, суть Бога. Живете вы любить, чтоб научиться. Вы любите, чтоб научиться жить. Другого нет урока, учить который должен человек. И что же есть Любовь, как не Любовь любовника, что навсегда выбрал любимую в себя, чтобы одним предстали двое? Кого и что должны мы полюбить? Могли бы выбрать мы один лист древа жизни и злить ему все свое сердце? А что же делать ветке, что вырастил лист? А ствол, что держит ветку? А как же корню быть, питающему ствол лист и ветку? А про корову, скрывающую ствол, совсем мы позабыли. А почва, что ласкает нежно корень? А солнце, море, воздух и вода, благодаря чему родится почва? И если этот маленький листок всей полноты любви достоин, чего тогда достойна это древо во всей своей крысе? Любить лишь часть от целого, идти путем страданий. Но скажешь ты, ведь листья есть, и все они растут на древе, одни свежи, как розовый восход, другие сохлись и покрылись сыпью. Одни прекрасны, но страшны другие, есть как большие, так и лилипуты. И как же можем мы не выбирать? Я вам скажу, из бледности болезни родится свежесть, а уродство лишь палитра красоты, гуаши кисти. А лилипут не стал бы лилипутом, не забери гигант весь рост его. Вы древо жизни, и познайте то, как разделяете себя. Не ставьте плод напротив плода, лист вперед листа, и сук напротив ветки. Не ставьте ствол у вас выше ни корней, и дерево не враг земле-природе. А так бывает, если любим мы одну часть больше, чем другую, выделяем одну, как исключительную часть. Ты – древо жизни. Повсюду твои корни и ветви и листы. Ты – плод у каждого во рту. Каков бы ни был плод на этом древе, любые ветви, корни и стволы – все это ты, и все они твои, все эти листья, ветви и плоды. Если хочешь ты, чтоб древо сладкий плод дарило, здоровых веток хочешь ты, тогда взгляни на корни, какими соками питаются они. Любовь – то сок живительный для жизни, гной смерти ненависть. Любовь, как кровь, должна бежать повсюду, вечно быть в движении. Пытаться подавить ее в угрозу, в чуму оборотить. А что есть ненависть? Она – ничто иное, как эта же любовь, что задавили или выхода не дали. Стала ядом и отравила всех, того, кто кормит и того, кто ест. В болезни оба – ненависть питающий и тот, в кого нацелена она. А желтый лист на древе твоей жизни всего лишь разлучен с любовью. Не вини его. Иссушенная ветвь изголодалась по любви, в том нет ее вины. Гниющий плод – лишь тот, что ненавистью ускорблен. И не вини сам плод. Вина лежит на сердце, слепом и жадном, что по каплям источает жизнь и сок, что любит часть, не познавая целого, тем самым отрицая себя. И нет любви другой, есть лишь любовь себя. И нет себя другого, как всеобъемлющие я. Поэтому и Бог – любовь, ведь любит Он себя. И если мучим ты любовью, ты не нашел пока еще себя. Не знаешь ты, где ключик золотой любви хранится. Ведь любишь часть, которая умрет. Любовь твоя не вечна. Любовь мужчины к женщине – то вовсе не любовь. Всего лишь видимость одна. Любовь младенца к матери – ничто иное, как преддверие любви, порок у входа в храм. Когда же женщины начнут любить мужчин всех на земле? Мужчины – женщин всех. А у детей не будет родителей от них. Да и родители начнут любить детей любых, тогда любовь познают люди. А до тех пор лишь хвастаться позволено им будет, хвалиться плотью и цепляться плоть за плоть. И нет тебе друзей, пока хоть одного врагом считаешь. Как может сердце, что лелеет злобу, для дружбы дать оплот? Не знаешь радости любви, покуда для ненависти место есть. И если будешь изливать ты из жизни сок на все вокруг и ненавидеть червячка, то он, тот маленький червяк, отравит жизнь твою. Ведь если любишь ты кого-то или что-то, то истинно ты любишь сам себя и с ненавистью тоже. Ненавиди кого-то или что-то, ты ненавидишь истинно себя. Ведь то, что ненавидишь ты, с твоей любовью неразрывно, то стороны одной монеты. Коль честен ты с самим собой, то прежде ты должен полюбить, что ненавидишь, и то, что ненавидело тебя, а уж потом любить того, кого ты любишь, и отвечать любовью на любовь. Любовь не вымысел, любовь – необходимость, сильнее, чем воздух, хлеб, вода и свет. Не нужно же любовью вам гордиться, выпячивать ее. А нужно только вдыхать и выдыхать свою любовь. Пусть так же бессознательно, свободно, как дышишь ты, вдыхая, выдыхая и вновь вдыхая жизнь. Любовь не нужно возвышать, она сама возвысит сердце, которое достойно вместить в себя любовь. Искать награды за любовь – пустое дело. Любовь сама является наградой за любовь, а ненависть – достойное мучение за ненависть. И не ведите счет любви, ведь лишь сама собой считается любовь. Любовь не даст вам в долг и не попросит. Любовь не продает, не покупает, но если отдает, то уж сполна, а если же берет, вбирает все. Принятие отдачей зовется, когда ты даришь, тут же и берешь. И потому все то же, что сегодня, что завтра, что всегда. И так же, как река, опустошаясь, впадает в море, и сливаясь с ним, становится богаче, так и вы должны опустошить себя в любви, чтобы снова вам наполниться любовью. А пруд, что море донести и скупится, в болото превращается тогда. В любви нет больше или меньше. Когда в попытках посчитать, с линейкой ты к любви подходишь, то час спорхнет и растворится в небесах, оставив от себя лишь горький след воспоминаний. В любви нет здесь и там, сейчас, тогда. Любви одной все возрасты покорны, любое время года ей подходит. Куда б ни шел, везде любовь находишь. Любовь границ не знает и препятствий, коль на пути ее лежат страдания, а на любови зваться уж не вправе. Я часто слышу, мол, любовь слепа, возлюбленном не видит недостатка. Но слепота-то подлинное зрение. Смогли бы вы всегда так слепы быть, чтобы не замечать изъянов? И чистый ясен взгляд любви направлен в глубину, когда же ваших глаз она коснется, тогда поймете вы, что в мире нет того, что недостойно было бы любви. И только глаз, что ранен, что разделен с любовью, ищет место, где нет любви. И все изъяны, которые находят, то лишь его изъяны. Любовь в конце все сводят воедино, а ненависть спешит разъединить. Могучая и тяжелая скала, которую алтарной вы зовете, развалится на части, коль ее рука любви удерживать не станет. И твое тело избежит растления, когда его ты целиком полюбишь. Любовь-то мир, навеянный мелодиями жизни, а ненависть – война, что разбудили ветры смерти. Что выбираешь ты, любить и пребывать в покое, или ненавидеть в состоянии войны. И вся земля живет в тебе, и небеса в тебе. Так возлюби же землю, всех ее детей, коли захочешь возлюбить себя. Так возлюби же небо, всех его господ, коли захочешь возлюбить себя. За что ты ненавидишь народу, Абимар? Всех ошеломил неожиданный вопрос мастера и то, как изменился его голос. Мы же с Абимаром лишились дара речи, ведь мы тщательно скрывали нашу враждебность друг к другу и надеялись, что никто не догадывается. Все смотрели в нашу сторону и ждали ответа от Абимара. Абимар, взглянув на меня с упреком, «Нарон, да это ты?» рассказал мастеру. Когда Абимар произнес мастер, мое сердце запело от радости, поскольку именно из-за этого слова мы и поспорили, еще задолго до того, как Мердат открылся нам. Я настаивал, что он учитель, явившийся нам, чтобы открыть людям путь к просветлению. Абимар же утверждал, что он обычный человек. Мердат. Не смотри искоса на Наронду, Абимар. Он не повинен в том, за что его винишь. Абимар. Тогда кто, кто сказал тебе? Неужели ты умеешь читать мысли? Мердат. Шпионы и льтицы умов Мердату не нужны. Вот если б ты любил Мердата, как любит он тебя, ты с легкостью прочел бы, о чем мечтает он, и ясно понял бы, что в сердце у него. Абимар. Прости глухого сливца, мастер. Открой мне глаза и уши, ибо я горю желанием видеть и слышать. Мердат. Любовь единственный волшебник. И если хочешь видеть ты, впусти любовь в глаза. И если хочешь слышать ты, в ушах твоих любовь пусть поселится. Абимар. Абимар. Но у меня нет ненависти никому, даже к Наронде. Мердат. Отсутствие ненависти не означает присутствие любви, Абимар. Любовь есть действенная сила. Когда она не правит каждым твоим жестом или шагом, не сможешь ты тогда найти свой путь. И когда она не наполняет желание твое каждая мысль, пустые окажутся желания, а мысли станут панихидой дней твоих. Теперь же сердце мое оборотилось в арфу. Зовет меня исполнить песню. Где же твоя арфа, Цамора? Цамора. Принести тебе арфу, мастер? Мердат. Да, Цамора. Цамора твадже поднялся и отправился за арфой. Остальные переглядывались между собой в крайнем недоумении. Однако сохраняли спокойствие. Когда Цамора вернулся с арфой, мастер бережно принял ее у него из рук и склонился над ней, ласково и внимательно настаивая струны. Затем он стал играть и петь песню. Мердат. Бог твой капитан, плыви, о мой ковчег, и пусть бушует ад, всю ярость изрыгая, терзая мертвецов, живых же убивая. Расплавится земля, пустая нагая. Бог твой, капитан, плыви, о мой ковчег. Любовь же компас твой, от ужаса рыдают, и божья искра в сердце человека угасает. «Ее раздует вера, якорь твой, плыви, о мой ковчег». Мастер перестал играть и волгоговейно склонился над арфой, как мать склоняется над сыном, что сосет ее грудь. Никто не перебирал струны, но арфа продолжала петь. «Бог твой, капитан, плыви, о мой ковчег». Губы мастера были плотно сжаты, но голос его разносился далеко за пределами пещеры. Волнами окутывал каменистые горы и долины, что лежат внизу, и море, что дышит беспокойно, и небеса, что смотрят с высока. В его голосе звучал звездный дождь, искрилась радуга, слышалась дрожь земли, забывал ураган, а иногда веял легкий бриз или заливался песней соловей. Глава двенадцатая О творческой тишине Самая лучшая речь — это всего лишь правдивая ложь. Прошло три дня. Семеро, словно подчиняясь беззвучному приказу, собрались вместе и отправились в пещеру. Мастер приветствовал нас так, как будто уже давно ждал. Мирдад И вновь я приветствую вас, птенцы мои, возразившиеся в гнездо. Расскажите Мирдаду о ваших мыслях и желаниях. Майкайон Единственное наше желание — быть рядом с Мирдадом, чтобы могли мы слушать и внимать его истине. Тогда и мы, возможно, станем такими же светлыми, как он. Однако его молчание приводит нас в священный трепет. Может, мы обидели его чем-то? Мирдад Не для того, чтобы изгнать из сердца вас Молчу я три последнего дня, Но для того, чтобы стали ближе вы сердцу моему. Ведь тот, кто знает тайну тишины и ее покой неразрушимый, Не может быть обишен или обидеть сам. Майкайон Выходит, молчать лучше, чем говорить. Мирдад Речь даже самая прекрасная, Всего лишь ложь правдивая, Тогда как самое гнетущее молчание Открытой правдой зовется. Агемар Получается, что слова Мирдада Хоть и честны, но все же ложь? Мирдад И слова Мирдада ложь Для всех, чьи я не есть единос, я Мирдада. Когда же станете черпать вы мысли ваши из одного источника И все желания искать в колодце нашего единственного я, Тогда слова не будут больше ложи. Когда мое и ваше я сольются воедино, Так же, как я, мое и Бога, Тогда без слов общаться сможем мы, И истину услышим в тишине. Пока мое и ваше я не суть одно и то же, Я вынужден вовлечь вас в слов войну, Которую могу я выиграть вашим же оружием И к моему источнику вас привести. Тогда вы в мир пойдете И научите людей любить, так как учу вас я. Тогда вы поведете мир в тишину сознания, Туда, где будет бить для всех источник слова святого понимания. Пока же вы на милость Мердаду не сгодитесь, Не сможете вы стать непобедимы. И не отмоет мир позора поражений, Кли не победите вы его. И потому, друзья, готовьтесь к битве, Щиты достаньте, надевайте латы, Точите свои копья и мечи. А тишина бить будет в барабаны, И боевое знамя понесет. Бинум Что же это за тишина, Которая одновременно и барабанщик, и знаменосец? Мердад Та тишина, в которую я вас веду, Пространство нескончаемое. В нем небытие восходит в бытие, А бытие в небытие стремится. И это благодать и пустота, Где звуки, зародившись, умирают, Где формы обретают вид, затем его теряя, Где пишется судьба, Где ничего нет, А только лишь оно. Пока не перейдете вы эту пустоту, Пространство это не пересечете, Не сможете познать реальность бытия, А также всю реальность несуществования. Не сможете познать вы, Насколько тесно связана Реальность ваша Со всей реальностью единой. Вас приглашаю в эту тишину. И с края в край свободно в ней бродите, Исследуйте всецелое, Чтоб смогли вы сбросить свои старые одежды, И двигаться свободно и легко. И отдайте ваши все заботы и страхи, Ваши страсти и желания, Всю вашу зависть, Вашу похоть всю, Чтобы могли вы видеть, Как исчезнут они. Тогда свободны станут ваши уши От криков их, А тело от шипов их острых. Ей подарите ваши копии, Стрелы, Чьей помощью надеетесь Покой и радость обрести, А вместо них приходит Горе и неугомонность. Туда себе дорогу проложите, Из темноты и духоты тюрьмы той, Раковины той, В которой ваше я томится, Туда, где свет и чистый воздух Божественного я. Та тишина, которую на вас я возлагаю, Не просто передышка в болтовне, Та тишина земли плодоносящей, А не молчание гнусных подлецов, Та тишина заботливой на сетке, А не пустое квохтанье. Она сидит спокойно Целых три недели, В уверенности тихой, Что свершится под животом ее Волшебной дланью чудо. Ее же неразумная соседка Наружу из курятника стремится, Иступленно всем вокруг кудахчит О том, что, мол, яйцо она снесла. Так помните, друзья, пустословие, Освободившись от стыда, От гордости освободитесь. Ведь благородство, что клокочет, Хуже, чем молчаливое бесчестье, И хуже добродетель крикливое, Чем бессловесный грех. Остерегайтесь много говорить. Из тысячи произнесенных слов Одно, всего одно лишь нужно бы сказать. Другие же в сознании Туман умоложатся, Утомят язык, И уши слышать боли не могут, И сердце уж не видит ничего. Как трудно вам сказать одно лишь слово, Которое воистину желанно. Из тысяч написанных словес Возможно, что всего одно вам нужно очертать. Слова другие зря лишь тратят время, Бумагу и чернилы, И всего лишь неверные мелкие шажки, Не знающие крыльев света. Как трудно написать одно лишь слово, Которое воистину желанно. Бенун